Зачем я женился? Жену не потеряют, у кого нет жены. И если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Простите, что ссылаюсь на светскую песню, а не на священное писание сразу. Но даже в светской песне развязка. Если вы не живете, то вам и не умирать. И если вы не хотите потрудиться при одолении внесения жизненного креста, то не видать вам и светлого со Христом воскресения. Для того на мой ответственность быть христианином, исполнять свой долг, свои обязанности, как сказано в «Премудрости Иисуса Сына Серахова» в книге «Не отвращайся от трудной работы, от земледелия, которое учреждено от Вышнего». И апостол Лука свидетельствует нам о словах Господа. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут». Земная жизнь — это юдоль плача, место изгнания, место, в котором наша падшая природа благодатью Божьей имеет возможность преобразиться в свободу и достоинство чад Божьих ради вечной жизни с Господом на небесах, в Его небесном царстве. Вот из чего надлежит потрудиться, вот из чего надлежит взять на себя и некоторые обязанности. Так что, если речь ваша не о действительно напрасной ответственности, и такая бывает, то ясно, что жизнь — дело, требующая, конечно же, большой и серьезной, большого и серьезного отношения к ней, а не легкомыслия и безответственности. Но то, что касается лишней ответственности, нельзя не сказать о том, что и такая бывает. И Господь предупреждает, не ручайтесь за других с тем, чтобы не подпасть осуждению за их неисправность. И апостол Павел увещевает своего ученика апостола не возлагать ни на кого рук, не производить в степени священства, в торопях и не разобравшись, чтобы не приобщаться к чужим грехам. Нужно большое благоразумие, чтобы, ручаясь за кого-то, рекомендуй кого-то к высокому служению, не попасть в просаг, не оказаться самому виноватым за то, что не ты плохого совершил, но те, за кого ты поручился. И мы с вами вспоминаем праведного Иова, который не только приносил Богу жертву и покаяние о собственных грехах возможных, которых за собой почти и не видел по чистоте своего сердца и искренней вере в единого истинного Бога, но приносил эту жертву из-за детей своих. А вдруг, говорил он, кто-то из детей моих в помысле сердца своего нечто худое против Господа допустил. Таким образом, он, сознавая свою ответственность за детей, молился Богу и о прощении их согрешений. Подобного ходатайства не хватило иному священнику, точнее сказать, не иному, но он был священник, в отличие от Иова, о котором это не сказано, Бога живого, однако не родил о неисправности своих детей, потому был и сам сурово наказан ради вразумления всего потомства народа Израилева. Так что наша ответственность могла бы не простираться туда, где мы не в состоянии ее оправдать и брать на себя излишнее, явно, что не нужно, ибо, говорит Господь, плох тот человек, который, начав строить какое-то здание, не рассчитал прежде, сколько потребуется для этого строя материала, и, начав строить, не докончил. Он будет подвергнут по смеянию и укоризне, равный тот, кто идет на войну с превосходящими силами противника, хорошо бы сделал, если прежде не брал бы на себя много, поняв свою неспособность преодолеть того, кто против него. Потому нужна человеку в жизни рассудительность, чтобы крест жизни своей в угождении Богу понести с достоинством и верностью и при этом избегать брать на себя лишнюю ответственность, ответственность за других, когда не в силах твоих обеспечить то, что предусмотрено твоими обязанностями, когда ты можешь подпасть в осуждение за действия свои, несоразмерные с твоими возможностями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok